Новоизбранный мэр Таллина, Михаил Килварт, сегодня гость в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас поздравляем. Спасибо. Итак, ждут ли перемены теперь жителей Таллина? Какими будут ваши первые шаги на новом посту? Ну, прежде всего, моя цель – это развитие, а не перемены ради перемен. Другое дело, что, безусловно, определенная стратегия и ее реализация требуют и структурных изменений. Они будут, эти структурные изменения в городском управлении. Но, опять же, не ради того, чтобы представить красивую статистику, а для того, чтобы улучшить качество услуг, которые город должен обеспечить для таллинцев. Вы имеете в виду сокращение аппарата чиновников? Я имею в виду необходимость пересмотра всей структуры, в том числе и количество департаментов и учреждений. И количество, может быть, депутатов? Ну, эта тема была поднята мной тогда, когда я был председателем городского собрания. И от мэрии этот вопрос не зависит. Это зависит от изменения законодательства на государственном уровне. Что касается городских служащих, опять же, повторюсь, что сокращение необходимо только тогда, когда это улучшает качество. А иногда количество служащих должно увеличиваться, как это произошло, например, в прошлом году, когда было увеличено количество социальных работников и специалистов в области защиты детей. Каким образом вы будете искоренять коррупцию в городе? Ну, давайте будем юридические вопросы рассматривать. Искоренять коррупцию могут только правоохранительные органы. Что может делать город, опять же, если рассматривать структуру, предусматривать такую систему, которая максимально исключает риски коррупции, а также наиболее прозрачную деятельность всех чиновников? Что вы ответите тем, кто считает, что пост мэра партия вам предложила за молчаливое согласие на коалицию СЭКР и для успокоения русскоязычных избирателей? Ну, во-первых, я не продаю свои принципы. Во-вторых, не было никакого молчаливого согласия. Я совершенно четко и открыто определил свою позицию. Просто на тот момент, когда нужно было определяться с позицией, я ее озвучил. На тот момент, когда нужно было действовать, чтобы защищать интересы избирателя, в том числе русскоязычного избирателя, я выбрал активную позицию – участвовать, озвучивать и защищать наши приоритеты. Я думаю, что мы смогли добиться в этом определенных успехов и даже прорывов. А что вы скажете тем, кто считает, что для успокоения русскоязычных избирателей вас назначили мэром? Ну, мне кажется, что избиратель определенным образом выразил свою поддержку. И, наверное, место руководителя города обуславливается прежде всего поддержкой избирателя, а не успокоением избирателя. И я уже говорил об этом и раньше, и повторил свои речи. Таллинский мэр – это мэр для всех жителей города, независимо от родного языка. Но вы сами подчеркивали, что за более чем 100 лет вы первый русскоязычный мэр в Таллине. Как вы относитесь к тому, что не все однозначно воспринимают это? Да, безусловно. Опять же, я это сам подчеркивал. Я полагаю, что это может вызвать в обществе определенные вопросы или даже напряжение. Но ответить на это можно прежде всего своей работой. А те тенденции, которые в нашем обществе происходят, негативные в сфере отношений между представителями разных национальных групп, это по большей степени, если не на 100%, ответственность политиков. Спасибо за подробное интервью. Новый мэр Таллина Михаил Килвард был гостем нашей студии.